ребята привет с вами игнат я сейчас нахожусь в деревне тургеневка не знаю всего тургеневка может смотрите вот прям колорит крымский 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 колоритом коровка видит спасется сейчас проехал центр там такой д.к. ленин в общем иду туда вам показать центр этого поселка и еще я покажу еду я вообще к лавандовым полям я их увидел издалека и поехал к ним вон видите коровка он видите персиков сколько кто первый раз на моем канале это канал у меня о путешествиях подписывайтесь смотрите я на лето приехал в крым вот лажу по всяким закоулкам это деревня находится под бахчисараем смотрите вон какие тут заборы старые видите с кирпичей как-то складывали наверно а это вот наверно грецкий нет не знает а забыл и как это называется желтая не потом превращается смотрите вот какой-то д.к. я его сразу же увидел думаю надо становиться снимать сейчас я фотку покажу вот через библиотеку видите написано да это наверно д.к. вон какие тут ели тут наверно магазин центральный видите все кусты сейчас я перейду туда в этих ягодах вон 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 и вот она эта площадь центральной которой я хотел вам показать с ленин ты я так правда думаю что это площадь центральной а если стоит бюст ленина значит это центральная площадь листик такой я думаю может его тоже недавно на поставили на место кто-то он какая-то конструкция что там было вообще вот такое место с такого места мы начинаем наш сегодняшний ролик видите как все аккуратненько кустами сделано красиво и тут тоже все в ягодах все в черешне все в этих в инжире вот я вспомнил то наверное то что я вам показывал наверное инжир и много-много-много сейчас я вам покажу вот еще на вишня это или черешня он видите прям все увешано тоже наверное вишня кислая прям висит созревшая никто ничего не собирает ужас жалко так но еще разок это декан эти лавандовые поля я еще в прошлом году увидел в прошлом году я их увидел и мы поздно уже ехали с чуфут кале и поэтому не завернул я туда хотя можно было я не знаю что то я ступил хорошо что и ступил оставил на этот год посмотреть это лавандовое поле ну в общем хорошо что и так сделал потому что прошлом году мне не было квадрика а у меня была такая задумка прям пролететь на над этим полем и по моим расчетам если мы сейчас вот этой дороге вверх поедем как раз должны выехать на эти поля лавандовое по крайней мере я так думаю как она будет посмотрим сейчас в общем ребята приехали мы к этому лавандовым полям он видите вон и вон туда в гору ну что я хочу сказать вот так когда сдалека смотришь она смотрится лучше и там вон там он стоит шлагбаум мама там магазине разговаривала с девушкой и говорит что на этом шлагбауме сидят по 500 рублей берут на то что за то чтобы зайти на это поле лавандовое пофотографироваться написано там на перед слабом вход строго запрещен в общем вот такие лавандовые поля красивые представляете какая красота но везде деньги дерут везде где можно содрать везде дерут я конечно даже не узнавал это со слов продавца но продавец живет в этой деревне вот в этой где я сейчас показывал вам ленина и тут же вот проходная на это поле а чё это мама с виталиком сейчас подошли вот к этим цветочком вроде как это не лаванда так может и это не лаванда но написано да вот это написано конкретно лавандовое поле муха противная тут еще видите что-то росло рожная на какая-то он трактор убирает ребята мы на всякий случай отъехали подальше от охранников то что они там бабки косят скажет летает над нашим полем в общем вот это сто процентов лавандовое поле потому что там написано было лавандовое поле а это неизвестно чё а тут еще вон все видите тут рожь сейчас я вам покажу вон какая рожь прям стоит он как красота красота и Субтитры создавал DimaTorzok 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 И чё? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот видите, похоже, раньше была дорога А теперь это пешеходная зона Там знаки висят Но это явно была трасса Там у них стоит Ленин И какие-то фонтаны Сейчас пойдем туда посмотрим А в фонтане дети купаются Какая красота Смотрите, вон Сейчас мы подойдем, посмотрим Шишки. Как водичка. Прыгает. Жарко детям. И Ленин стоит. Это, наверное, и есть центр Бахчисарая. Красивые елки. И огромный, да. Огромный дедушка Ленин. Дедушка Ленин прям очень огромный. Смотрящий в горы. Мне последнее время так интересно, куда он смотрит этот Ленин. Они же ставили, чтобы он смотрел в красивые места. А фонтаны по бокам. Вон фонтан и вон фонтан. Тут вон цветочки какие-то. Ну вот, я нежданно-негаданно посмотрел центр Бахчисарая с дедушкой Лениным. Дедушка Ленин. Я что-то проезжал, даже и не замечал, что тут есть дедушка Ленин. На моем фоне. Жарко, жарко, очень жарко. Все, ребят, посмотрели мы Бахчисарайский центр. Дедушка Ленина, Виталий говорит, а что мы сюда шли? Я говорю, дедушка Ленина смотреть. И едем мы дальше. Красота. Ну, вот мы находим, мы в Бахчисарае. Мы сегодня хотим посмотреть, но вот так вот, знаете, куда глаз упадет, туда и заедем. Вот как на этого Ленина глаз упал. Потому что два раза и в 16-м, и в 17-м году я приезжал во дворец. В 16-м с мамой, в 17-м с товарищами. Кстати, в 17-м году я снимал Бахчисарайский дворец. Я, наверное, оставлю тоже, где-то всплывет. Или ссылка будет в описании на Бахчисарайский дворец. Посмотрите. Красивый там розарий тоже. Кто не видел, кому интересно, посмотрите, в общем. А в этом году мы так спонтанно будем смотреть, что понравится. Там и будем останавливаться. Смотрите, какие облака. На фоне зеленых таких огромных елок. Круто смотрится. Вот, ребята, очередное здание, на которое взгляд мой упал. Вот оно. Что тут вам? В этом здании 65-го по 1987-го года работал участник Великой Отечественной войны. Подсчетный гражданин Бахчисарай. Тоже смотрите, какие тут елки. Олейка такая прикольная. Сейчас я отойду, чтобы показать вам это здание. Вон какое. А что там вам администрация, да? Смотрите, какой сквер. Клевый. Администрация? Мы думаем, что это администрация, короче. Лаванда, думаешь? Да, это лаванда. Так и там в поле, по-моему, такая же была. Нет? Нет, там нет. О, да. Угу. Вот это вот правда лаванда. И розы, и лаванда. У меня от жары сохнут, наверное. Не думали, не гадали он, мама говорит. Это лаванда лаванда нашли возле администрации. Сейчас мы еще посмотрим эту церковь. Купол в лесах. Похоже, ее реставрируют. И мы заходим вон в какой. Вон в какой. А-а-а. Красоту в какую. Я же не могу. Если я вижу церковь, надо обязательно ее снять. Я ее увидел еще с дороги. А по дороге это задание администрации увидел. Смотрите, какая тут церковь Бахчисарай. Вон, какая красота. С Рождества еще, правда, вон у них табличка. Но на многих церквях мы ехали. По России Христос Воскрес еще висит. И смотрите, вон им жира сколько. Ой, все в плодах. Интересно, это старая или новая церковь? Кто знает, пишите в комментариях. Сейчас мы вам покажем инжир этот поближе. И мама думает, что вот это ежевика. Но это на самом деле, да, вон сколько ежевики. А это же инжир, правильно? Да. Представляете, как она созреет. Это не инжир, а грецкий орех. А, это грецкий орех. Я их путаю. Это у них листики другие. Да, да, там же листики такие прикольные, красивые. Это правда грецкий орех. Смотрите, сколько ежевики тут будет вдоль дороги. Еще я много ежевики в Ялте видел тоже. У людей тут цветочки растут. Красота. Смотрите, в каком красивом мы вместе сейчас будем обедать. Тут кафешка со своей парковкой. Они начали все снова налетать. Вроде бесплатно, а вот парковка бесплатная, бесплатная. Вон, видите, какая красота. Только непонятно, для чего они зазывают. Вот, видите, в жилетках сидят. И бесплатно, бесплатно, говорит, парковка. Давайте к нам. И какая разница, что мы бесплатно. Мы же сами можем выбрать, куда бесплатно припарковаться. Зачем нас прям так насильно, можно сказать, бесплатно, бесплатно. Интересные люди. Какой-то подвох в этом ожидаешь. В общем, мы заехали пообедать. И тут такая прикольная парковка. И тут улица. Красота. Вон, видите, башенка. Башенка, этот старый дом. Я хочу спуститься на настоящий Бахчисарай вниз, посмотреть, как там. Потому что мы все по дворцу, да по этому советскому Бахчисараю. И самое-то интересное тут, я так думаю. А тут вон что. Круто. Домики такие. Такие домики. Такие улочки меняются. Они прям такие, как сказать. Вот. Вот таким должен быть Бахчисарай. А там, где советский Бахчисарай, там не очень. Вон, где Диа Зария. Да. В моем понимании, вот это Бахчисарай. Видите, отремонтированный был. Не, наверное. В старые времена все такие были. А, здесь вот что-то. Старое. Бывшая территория Ханского дворца это. Ханский дворец же намного большую территорию занимал. И вот это здание, видите, осталось от Ханского дворца еще. Поэтому оно такое восстановленное. Бывшее строение Ханского дворца. Пригорки эти бахчисарайские. Ну, в общем, ладно. Посмотрели мы с вами и улочки Бахчисарая. Ребята, ну все. На этом я закругляюсь. Посмотрели мы с вами лавандовое поле, Бахчисарай. Красивое и поле лавандовое, и Бахчисарай. Ну все, ребят, на этом прощаюсь с вами. Спасибо, что посмотрели ролик этот о лавандовом поле, о Бахчисарае. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Лайкайте это видео. Делитесь со своими приятелями, если оно вам понравилось. В социальных сетях, ватсапе. В общем, все. С вами был Игнат. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok